Мы хотим настраивать отличные творческие встречи с писателями. Десять лет здесь звучали голоса одни поэтов, писателей, ароматургов. Мы проходили читки, выставки тоже проходили. Все потому, что у нас главное здание рейтинга был ремонт. Ну вот, наконец, он завершен. Наконец, мы постепенно начинаем играть зал за залом для вас, наши дорогие читатели. А открытие сегодня у нас совмещено со встречей с гостем фестиваля «Кэндаплэйс», который сейчас проходит в нашем городе. Только гостем, но и членом жюри. Представителем династии писательской. Здесь, в витринах, мы попытались выставить те книги, которые были написаны Виктором Драгонским, Денисом Драгонским и Ксенией Драгонской. К сожалению, у нас произошло маленькое недоразумение. Оказалось, что в фундах и библиотеках Ваших книг, Ксения, всего три. Причем один из них вспомнил «Кэндаплэйс», который мы составляем. Но, надеюсь, мы пополним срочно наши фунды и восстановим это недоразумение. Тем более, что у нас сегодня продается новая книга. Уже не продается, да? Уже продалась, да? Да, я последний суток. Ну, это прекрасно, когда книги продаются, который называется «Секрет русского камамбера». А причем это название дано у пьеси, которое еще длиннее название звучит, вообще прекрасно. «Секрет русского камамбера утрачен навсегда-навсегда». Короткое название этой пьеси «Навсегда-навсегда» и 20 лет назад она шла в тюзи и в Венгургах в постановке режиссера Андрея Санатина. Чьи из них, к сожалению, совершенно потерялись и найти его мне уже не забудут. Буду надеяться, что все это хорошо. Ну, настолько хорошо, что мы не понимаем. Ну, что ж, новых старых выигрок, весов и постановки мы сегодня будем раздавать еще и полутора часов. Начнем. Спасибо. Спасибо большое, что представили меня, написали. Я написала книжку «Большой лиховая баба», «Секрет русского камамбера», «Мужское воспитание», сейчас все покажу. «Мужское воспитание», «Наблуждение велосипеда», «Очень мявная история», которая писала для Ани Богачева и ее сына, и много, еще всяких других книжек. Если у кого-то есть уже заранее вопросы, я вам буду готова на них ответить, и без затратки я могу что-то сказать или почитать, как хотите. Как вам лучше? Вы же учились в Ангелии. Верно. Как ваше отношение с кино на сегодняшний день? Никак. Как у всех, да? Как у всех. Как у всех, кроме Никиты Михалкова, Джангландиева, Федора Кондорчука, и снова мое «Никак». Ну, я с удовольствием открыл для всех предложений, если даже я очень люблю делать самостоятельные всякие работы. Кстати, вот здесь нет проекта, но мы сняли один фильм вместе с моим мужем, который кинооператор, документальный фильм «Деревня», очень хороший, он называется «Уменьшко в Крокодиловой бухте». Если у нас был проект, то можно его немножко посмотреть, но оставим это на сладенькое, на следующий раз, я думаю, что не последний раз, который мне здесь очень нравится, очень хорошо, весело, тепло, в отличие от Москвы, где 11 градусов. Вот так вот. И, как хотите, хотите, могу начать читать, что это рассказывать? Читать, да? Читаю сначала свою, а потом уже обратно начну заслоняться, потому что мне очень нравится рассказано его обратно. Значит, я недавно написала повесть, она называется «Колокольник в колокольной». Это два таких переулка в Москве есть. Один колокольник, авто, встретился, а другой в колокольный, на солянке. Там прошла моя босоногая, сложная, противоречивая юность. И вот, припомнив эту свою юность, как мы все там росли, учились в Афгике, о чем помечтали, в 80-х годах, когда началась перестройка, и начались разные новые веяния, я написала такую повесть, которую напечатали в журнале «Октябрь», но она родилась за 2017 год. Она вошла в лонг-лист «Время большая книга». В шорт не вошла, в шорт вошли только мужчины, что проявило всю дикость и бескультурия нашу историю самого Саввачьего. Да, вот. И она, эта книжка, она еще вошла в шорт-лист «Ясные поляны», в лонг-лист «Ясные поляны», на который я как-то рассчитываю, что там более адекватный, более адекватный, значит, экспертный совет. Просто очень хорошая. И она выйдет еще в издательстве «Риполклассик», надеюсь, что выйдет к ярмарке, сентябрьской ярмарке, так что это будет отдельная такая книжечка. Вот такой вот, я прочту вам из нее начало, первый рассказ, потом я могу поговорить, потом я могу почитать что-то еще, и подзану я смогу прочесть еще самый конец. В этой повести все хорошо кончается. Все счастливы, все, то есть там все хорошо. И, ну да, в ней все хорошо кончается, как бы. Она состоит из 18-й рассказа. Начало повести. У каждого человека есть колдун жизни, говорит девочка. Она лягушонком в трениках сидит на Балтийской отмели, мелкими хрупкими ракушками украшает свой песочный замок. На берегу никого, в сушу хочет обнять серое море, смешиваясь с таким же небом, получается залив. Кроме Бога, который общий, один на всех, у каждого человека есть такой личный колдун, но человек не знает, кто это. Может, это старый дед, а может, бабочка, а может, он вообще на дереве живет. И человек не знает, что любит его колдун, как к нему подвязаться, чтобы жизнь шла хорошо. И поэтому человек не может понять, как жить, и живет плохо. Только в старости некоторые успевают догадаться, кто это. Или колдун сам придет, или даст знак, кто он. Ну ладно, пока, мы сейчас уезжаем. Другой город. В самолете парало щами. Стюардесса поправила косынку на железном пигуте и сертифула дурость. Наверное, думала, мы какие-то там со двора, из гаражей, собутыльники пилота, опять принесли чекушку. Юноша в Питере не по росту раздавался в тапочки. Тоже старые, клетчатые, замятые, мягкие. Таких раньше были, таких теперь нет. Нам предстоит долгий и дальний перелет, и надо устроиться в пудовом. Самолет очень долго петляет по взлетным полкам. Асфальт кончается, и воздушное судно. При прыжку бежит по лесной дороге с лужами и подорожниками. Ничего себе, это мы не скоро куда-нибудь доберемся. На поляне стоит дом, на крыльце женщина чистит грибы. Большая корзина пола от березовиков и сровежек. Из самолета спускается мужчина по травмам, уговаривает лететь вместе с нами. Она-то нам зачем? Кто она такая? Ведь это секретный самолет для вывоза москвичей. Мы с трудом устраивались в этот самолет, проходили собеседование, заполняли анкеты, чтобы спастись из Москвы. С прошлого года было окончательно установлено и доказано, что во всех неприятностях нашей страны виноваты москвичи, а никакие не американцы. Где американцы? Маликовата, москвичи долго-то ряда. Пробрались в самое сердце Родины, можно сказать. Ничего не делают, только получают дорогие зарплаты. Жируют, жили и жуируют, уничают, еврейничают. К тому же прозрали чемпионат мира по любви к Богу. Москва боролась за право проведения ЧМ по любви к Богу. Приезжали к комиссии, и все равно не выбрали, отказали, перенесли в Сингапур. Тогда все обиделись, и круто наехали к москвичи. Во всем виноватые москвичи! Кто-то хихик или битерцы. А многие из понаехавших быстренько отрестились от Москвы и ушли на своё место. Москвичи должны были высылать несправительные работы. Какие-то фонды добились возможности эвакуировать хотя бы некоторых. И мне повезло, меня тоже пригласили на спесидку. Там задавали вопросы. Если кто-либо из ваших друзей умирает, удаляете ли вы ему из списка контактов? Сразу? Не сразу. Не удаляете. Если не удаляете, то пытаетесь ли дозвониться твоему мужу. Какие ассоциации у вас в первую очередь вызывает с него синеват? Гуристическое ракетовое поколение? Небо? Гомосексуализм? Имя. Вы член общества водителей по борьбе с пешеходами и породнёнными с ними листьями. Лицами, а не листьями, переспросила я. Листьями, листьями, подсветленные в интервью. Пешеходы и породнённые с ними листья. Ведь осенние листья тоже часто оказываются на проезжей части. Но их, в отличие от пешеходов, на них жалко. Они очень красивые. Или. Какой ваш любимый дорожный знак? Я стараюсь отвечать честно. Мой интервьюер качает головой, вздыхает и в конце концов говорит. Только из уважения к Казбеку Серафиновичу. Он очень за вас просил. Я не успеваю спросить, кто таков Казбек Серафинович. Интервьюер даёт мне талон на плаву, и в Казбеке получает другой талон. С надписью «Комсорг Иван Охлобыстин». Это название самолёта. Разговор на крыльце затягивается. Двое что-то выясняют. Женщина перестаёт чистить грибы и рассматривает руками с ножом перед носом мужчины. Потом оборачивается и кричит «Клуб дома!» Зовёт, выбегает дети с тяжелым котом в охапку. Женщина торопится снять с верёвок бельё. Все они с мокрым бельём и тазиком чищеных грибов. Забирается в самолёт и пахнет дождём и травой. Начинается демонстрация аварийно-спасательного оборудования, переходящая в нехитрые факир-шоу. Мальчик в кителе не по росту учился показывать фокусы по старому самоучителю. Теперь пытается что-то такое проделывать с кислородной маской и ледным жилетом. А потом его мама с железными бигуди раздражённо говорит в микрофон. Во время перелёта вам будет предложен полноценный домашний обед, а ещё спектакль, конкурс авторской песни, жительские вечери, просмотры кинофильмы, обсуждения и общественные дискуссии о семье и браке. Мой сосед, здоровенный серп или хорват, уже спит и вздрагивает во сне, как щелок, пока я пытаюсь собрать слова, татуированные на его благодаренном предвечении. Это глаголицы, что ли? И почему он тут? Он москвич? Он строитель, работяга. Строил всякую высоту-красоту для зажравшихся москвичей. Он муслечён. После обеда все сворачиваются, не накрываются старыми клетчатыми пледами. И пледы-то какие-то такие, со следами кошачьей шерсти. Все засыпают, а стюардесса берётся за вязание. Мы летим. Город-герой-красавица Москва обойдётся без нас. Снова москвичей завезут достаёжных деревень и горных аул. Всё будет хорошо. Москва легко завоюет право принимать чемпионат мира по любви к Богу и сама же выиграет его у всех. А мы, бывшие москвичи, устроимся в каких-то других городах. Мы летим в другие города. Каждый должен подсказать у себя какой-то другой город, выбрать по душе. Города всякие. Бывают города-герои, города-курорты, города-уроты, города-тружники. Бывают города, где люди весёлые и нарядные, а с океана нет ветер. Бывают города, где города-образующим элементом является специнтернат для малолетов. Бывают города, где родилось много писателей. Города, которые давно пора расформировать и заплатить досками. Можно даже и вряд ли. Бывают города, часто смываемые ураганами. А бывают смываемые однажды, без того ни сего. Я знала один такой. Там по улицам ходил городской сумасшедший. Писал на стенах у нас в арте. Скоро ураган. Ему не верили. Отмахивались. А потом удивиться не успели. Тут, кстати, уместно будет порассуждать, ведь у нас есть время, пока летим. Самолёт летит. Лётчик спит. Вечер спит. Спектакль идет. Сухутёк. Уместно будет поразмыслить о разнице между городскими сумасшедшими и деревенскими дурачками. Это серьёзная тема, достойная диссертанции или трактала. Пожалуй, ею я и займусь в другом городе. Сейчас лишь несколько слов. Деревенский дурачок – безобидное существо, почти лесовичок, домовой, кто-то словно покрытый шёрсткой, всегда загоренный дочеркой, хитро и виноватый улыбающийся. Происхождение его безумия точно неизвестно. Не то родился такой, не то в армии побили. А то в лесу, кого увидал, напугался. Деревенский дурачок может ходить в пастухах или в разморобочих. Там скопает, там дров наколит, так, за харчей, за одёжу старую. Кормится летом с дачником, с холодами куда-то прячет, цветочных сведений о том, какой зимует, нет. Как-то. Как раки, как лягушки или ёжики, как скорые лягушки. Словно, деревенский дурачок – часть природы. Константа русской деревни, если она где уцелена. Городской же сумасшедший, жертва социума. Человек, перееханный обстоятельствами. Чаще всего, как и деревенский дурачок, местные уроженцы. Профессиональные лженищи, члены организованных банков украшают, все денежности. Это другое. Вне моей компетенции, надеюсь, что в конце концов, вся эта свистобратия будет выдрана с поверхности планеты каким-то ультроэффективным дихлорусом. Бой сумасшедший, чаще всего, человек со специальностью, и даже с высшим образованием. Иногда не садим. Горе в Патумах. Бывают городские сумасшедшие с богатым брошенным. Красавцы и красавицы. Сновала я одного забулдыну из бывших красавцев и потаскунов, до таскавшегося за струненчатый пивной, на углу оружейного и калярска. А ведь было время, когда женщины дали ему иномарки и старинные персты, а потом просто проигрывали его в гору. Давным-давно не очень калярска, и пивной, и самого забулыки. Среди городских сумасшедших много честных тружеников, лишившихся крова благодаря мошенникам и злой родни, много опустившихся, некогда богатых разведяя, много людей с задатками гениев, искалеченных завистью коленок. Кто-то не пережил утраты последней надежды на признание и слава, уснул нормально, усерднился во сне. К сожалению, в московских сумасшедших как-то подвыкурили из центра. И за это тоже, в конце концов, ответят городские власти испанализовавших. А какие были чудесные люди? Дядька с сямским котом на плече, пожилые близняшки, громко читающие наизу детские стишки, или сбившаяся акробатка Нина, ходившая колесом прямо по тротуару. Теперь, чтобы полюбоваться научным психом, приходится отправляться в какой-то другой город. Хорошо еще, что городские сумасшедшие земного шара выгодят меня как разную. Чуть во мне свою. Объектно рассказывает мне снули. Все спят, стюардесса дремлет под жужжание своего лейтенана. Летчик, летчик, далеко еще? Тебе вообще куда надо? Да откуда я знаю? Честно говоря, у меня есть двоюродный город, и мне хорошо, может быть, да? Обидно нам. Надо признать, что мой двоюродный город давно обскакал в первую престоле по количеству и качеству городских сумасшедших. Божилой ниггер в буфете на углу 2-й и 33-й, объяснявший, что морщины – это следы пыта КЦРУ. Он еще никак не хотел понять, что я не отсюда, а I am Russian, I am not from here. Ведь для простого американца Россия – такая же телевизионная выдумка, как Америка для русского. Какая-то якобы причина неудачи, какая-то как бы досадная пометка долгожданного счастья, что-то мешающее жить, вроде тещи, но едва ли существующие реальны, как мука, бабайка, смерка, змей, горымч. Ниггер посмотрел в мою тогда еще гладкую розовую физиономию, выверстил в ладони кисть моей руки и сказал, да, вердать за тебя, ЦРУ, пока не прогноз. Да, городские сумасшедшие, украшения больших городов, неведомых, прекрасно мерцающих внизу, как ночной самолет на посадку за ним.